Hola amigos, на связи Матвей и сегодня в этом видео я расскажу вам о самой прибыльной работе в Гранд Мобайл, про которую на удивление вообще никто не говорит. На ней, благодаря этому ролику, вы с легкостью сможете зарабатывать по 100 тысяч в час и в отличие от других работ, где нужно просто 100 часов повторять одно и то же, она реально интересная и никогда не наскучит. Это не пустые слова, сейчас вместе с вами я открою Гранд Мобайл, поработаю на этой профессии и покажу вам, что такое настоящие деньги. Но если ты вдруг вообще не хочешь работать, но хочешь стать самым богатым игроком в Гранде, то и на этот случай есть решение. Промокод Motivcar, который работает на всех серверах. Вот так вот просто ты вводишь мой промокод и все, поздравляю, друг, через пару часов на твоем аккаунте 30 тысяч рублей и VIP статус на целых 7 суток. Пока что это самое выгодное предложение в Гранд Мобайл, так что не упускай возможности, обязательно пользуйся. Ну а также, друг, если мы с тобой видимся впервые и ты тоже играешь в Гранд Мобайл, то обязательно оформляй подписку, уверен, мои видео тебе точно понравятся. Ну а еще халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Гранда получает ShadowStripe и FanDropCo. Поздравляю вас, дорогие друзья, кстати, на их месте можешь оказаться именно ты. Для этого всего лишь достаточно комментировать мои видео, ведь приз получают первый и рандомный комментатор. Надеюсь, вы меня поняли, ну а теперь давайте я вам наконец-то покажу, как надо зарабатывать в Гранд Мобайл. Может кто-то догадался, но это работа механика. Давайте до нее доберемся, если я не ошибаюсь, она находится в городе Южный. А пока я на нее еду, давайте расскажу, как на нее устроиться. Требования на самом деле максимально простецкие, вам всего лишь-то нужно иметь водительские права и пятый игровой уровень. Не пугайтесь этой цифры, на самом деле его очень легко поднимать, на моем канале есть об этом отдельный ролик. Мы на месте, нам нужно подойти к этому NPC, главный автомеханик, и мы начинаем работу за 150 рублей. Нам дается вот такая вот обслуживающая машина, кстати, на удивление очень маневренная и быстрая, и потом поймете почему. Теперь давайте расскажу, что нужно делать. Неудивительно, но нам предстоит чинить автомобили других игроков, и чтобы начать работу, мы должны задержать палец на нашей технической машине. И нам открывается список вызовов вообще, кто вызывал механика, кого нужно починить. Выбираем самый ближайший, вот тут 3200 метров, и едем на место, получается, аварии или что у него там случилось, и надеемся, что его не починит какой-нибудь другой механик. Так, я уже подъезжаю к месту заказа, и вот, да, на месте какой-то разбитый таксист, которого нужно починить. Ну и теперь, что нам нужно делать? Короче, подъезжаем поближе к машине, которую мы должны починить, и так же, как и на служебной машине, зажимаем палец. Вот, и у нас открывается тут, короче, меню управления, заправить машину или ее починить. Нажимаем на кнопку починить машину, и предлагаем, соответственно, чуваку, чтобы мы его починили машину, и сами выбираем цену. Тут у вас, как бы, сами ставьте либо 100, либо 5000 рублей, но я сюда ехал долго, поэтому поставлю цену в 2000 рублей. Плюс к этому, ремка 24 на 7 стоит всего 3 косаря, так что это справедливо. Но опять же, вот, скорее всего, не знаю, примет ли этот чел, отказался, да, что жалко платить 2000, ну не надо было машину разбивать. Ну такое бывает часто, что ты приезжаешь на это место починить какую-то машину, а он такой говорит, нет, дорого, дорого, дорого. Вот, за 500. Какие 500, чел, очнись, блин, ремка 3 косаря стоит, я сюда к тебе ехал через полкарты. Ладно, ладно, давай поторгуемся, 1500 тебя устроит. За 500 я тебе точно не починю. О, додумался ремку достать. А нахрена тогда надо было механика заказывать, я не понимаю. Просто гениальный игрок какой-то. Вон, на ролсе, почини за 50 рублей. Чел, ты, да ты не охренел, я тебе за 50 рублей даже булку в столовой не куплю. Дам тебе косарь. Давай, за косарь. Во, во, вот это я понимаю. Все, починил за косарь. Вот, заработал свои первые деньги, 787 рублей. О, а говорил, что денег нет, за 50 рублей почини. Ага, чел, ну какой ты хитрый, какой ты хитрый. Смотрите, челик на гелике. Ну что, предложим ему косарь? Ладно, давайте, 1500. Во, во, нормальный игрок, красава, респект Ане, что приняла мой заказ на полторы тысячи рублей. Заработаю еще 1125 рублей. И в сумме, получается, где-то около 2000 я заработал. И все это пока что всего за 5 минут игры я обслужил, получается, 3 клиента. Один клиент у меня отказался брать, короче, починку. Два согласились. В общем, нормально. И это я еще не предлагал за облачные цены. Там больше 2000 я никому не предлагал. Ё-моё. Дорогущая небось. Ну, точно больше 10 миллионов стоит. Надеюсь, ты мне сможешь откинуть. Ну, допустим, давайте 1000 две поставим цену. Ладно, пожалеем, пожалеем. Не хочет братья, а все-таки я хочу больше контента заснять. Пусть будет 1000. Починить машину. Ну, давайте полторы тысячи. Самая, самая сбалансированная цена. Во, плюс косарь. Вот так вот работаем, ребят. Смотрите, сколько мы уже работаем. Ну, учитывая того неудачного клиента, где-то около 10 минут. Нихрена, чел, подъехал. Сейчас мы будем фармить себе. Просто клиентов будем специально, короче, офигачить машины. Че ты хочешь? Что стоит? Что? 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 Что ты хочешь от меня? Кайф. Задэмил. Задэмил. Вот это я понимаю, класс. Чел, жди репорт, жди репорт. Короче, создал на типо жалобу. Это, конечно, пипец красивый поступок был. Я еще... Через 30 секунд разрядится. Черт. Приехал на очередной заказ. В общем, нужно починить гелик. Ну, раз гелик, значит, ну, полторы тысячи. Ты уж точно должен мне отплатить. Так что давай, ждем. Поп-коп. Во, кайф. Плюс косарь 125. С тебя, чел, я возьму косарь. Косарь, у тебя не такая уж дорогая машина. Ладно, уж пощежу тебя. Поэтому плати 1000 рублей. Какие 300 рублей, чел? Дешево. Никто тебя не будет чинить за такие деньги. Ладно, похоже, не судьба нам починить Назара. Поэтому смотрим другие заказы. Кстати, ребят, раз вот если вы уж собрались работать автомекаником, то возьмите на заметку, что как только вы заспавните машину, то сразу едьте в Арзамас. Потому что именно в этом городе больше всего заказов. Блин. Че ж вы по дороге здесь бегаете, я не понимаю. Ну, ладно, тебя, братюнь, я починил за 500. Да ладно, 400, 400. Во, плюс 300 рублей золотали, отлично. Ааа, ага. Так. Че ты толкаешься? Че это за хрень? Давай, 500р. Ты близко. Все, кайф, еще плюс деньги. Слушайте, вообще, деньги текут в Арзамасе, как просто рекой. Столько заказов, столько так. Надеюсь, это не тот же. Не, не тот же. Тут столько заказов, все они принимаются. Если сразу вот научиться подбирать идеальную цену для клиента, там, конечно, ну, можно предложить и 5000, но ее вряд ли кто возьмет. А вот полторы, косарь, вот это все берут. А вот жмоты, которые там требуют сотку или даже 500, ребят, я вам рекомендую сразу их просто пропускать мимо ушей. Потому что, ну, это реально какое-то, я не знаю, шедяры какие-то полные. Если у человека не будет денег, то вам, типа, покажут на работе, типа, вот что, напишут, что нет, у него вот нет денег. А так, не, это полное, я не знаю, вранье. За 750 давай. Еще плюс 500 заработал. И все это в течение двух минут буквально, ребят, я в шоке. Согласитесь, вот эта работа реально интереснее какого-то дальнобойщика, где ты просто один там едешь бесконечно, едешь, едешь, ну, столько едешь. А здесь ты общаешься с игроками, да и, кстати, заработать можно в разы больше, так что, ребят. Что-то новых заказов, ну, вообще не появляется, ну, оно и понятно, сейчас около 12 часов ночи. Но я знаю один очень годный лайфхак, с помощью которого ты, будучи автомехаником, сможешь зарабатывать хорошие деньги, даже если вообще нет никаких заказов. Для этого подъезжаем в людное место, где очень много людей с автомобилями. Это может быть либо стоянка в Арзамасе, либо отделение почты тоже в городе Арзамас. И, короче, подъезжаем ко всем более-менее коцаным тачкам и предлагаем им косметический ремонт, ну, там где-то за 500-700 рублей. Может, даже 300, если человек уже очень сильно жмотится. И, как видите, друзья, они реально берут починку. Это уже, по-моему, четвертый или пятый человек, который, в общем, принял мою починку не по заказу. В общем, пользуйтесь этим лайфхаком, он реально годный. Вы, конечно, будете зарабатывать в разы меньше, но все-таки деньги будут. Короче, друзья, вот я поработал автомехаником около 20 минут. Вернулся обратно на СТО в Южный. И сейчас давайте посмотрим, сколько же я успел заработать за этот временный промежуток. Подходим к NPC. Да. Ничего себе! За, получается, за 20 минут, ну, такой, знаете, достаточно ленивой и казуальной работы, я смог налутать практически 10 тысяч рублей. Я считаю, это уж очень хороший заработок, тем более для Гранд Мобайл. Если вы смотрели видео про водителя автобуса и, тем более, дальнобойщика, и сравните тот заработок с этим, то вы просто офигеете. Такие вот дела, друзья. Как видите, заработок на автомеханике реально уж очень приличный, тем более, учитывая, что сейчас около часа ночи и заказов там вообще практически нет, но все равно, как видите, 20 минут 10 тысяч рублей. Более того, вы взаимодействуете с другими игроками, получается очень много интересных и смешных ситуаций, короче, на работе вы точно не заскучаете. Такие вот дела, друзья, а на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотры и если этот ролик был для тебя интересным, то обязательно ставь лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, а какие еще работы в Гранд Мобайл мне стоит проверить и что ты думаешь насчет рубрики «Будни автомеханика», было бы интересно об этом узнать. А если ты все еще здесь, пиши в комментариях «Механик», ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Не забывайте чекать другие видео на канале и по традиции, друзья, с вами как всегда был Матвей, астало эго.